Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс начинает свои программы. Сегодня у нас пятница в Чикаго, 11 часов утра, ну а на западном побережье в Калифорнии, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, только 9 часов утра. И как всегда в этот день, по вторникам, мы встречаемся с доктором Борисом Увайдовым, с профессором, врачевателем, целителем, который уже почти 40 лет исцеляет больных в разных частях света, на разных территориях, в разных странах. Вот сегодня мы перед началом буквально две минутки успели поговорить, и Борис сказал о том, что тем людям, которые готовы, скажем, обучаться и готовы просмотреть тот материал, который он предлагает их внимание, то есть DVD и все остальные методики оздоровления, они будут получать сертификаты. Ну, во-первых, доктор, здравствуйте, озвучьте вы тогда лучше всего. Значит, я хотел сделать программу, вернее, я уже сделал эту программу. Она заключается в том, что люди слушают мои ролики, это общие понятия, но есть конкретные понятия «помоги себе сам», это и теория, и практика, то есть все подробности о том, как человек может восстановить в себе здоровье от многих хронических заболеваний, включая естественные потенции. Вот, эта программа находится в виде 10-9, 10 аудио и 10 книг. Пять моих книг и пять знаменитых ученых. Вот, значит, практика за всю мою жизнь. Значит, человек, который не обязательно врач, вот, не обязательно врач, наоборот, не врачи быстрее может усвоить материал, поскольку у них нет еще такого мусора, который за 6 лет дается medical doctor. Вот, ну, значит, главное – это наука, и искусство выздоровления. Будет выдаваться или мой сертификат, или двойной сертификат международного, значит, института заочного обучения в Мадриде, который будет давать два сертификата, один мой, один их. Вот, и будут давать разные степени дегри, мастер дегри, профессорская и экспорт натуропатии. Вот. Стоит это очень недорого. Я бы сказал, человек не будет зависеть от различных медицинских субстанций и будет разрешать проблемы самостоятельно в зависимости от того, что он имеет. И этот курс рассчитан где-то, ну, где-то полгода. На полгода. Значит, как ведется, значит, процесс обучения? После каждой книги он задает мне вопросы. Я отвечаю. Если после прочитанных книг, аудио и DVD, у него есть вопросы, я отвечаю. Потом идет экзамен, то есть устный экзамен, как у нас было в России. Я задаю вопрос, а он отвечает. Если он достаточно подготовлен, а это очень видно, вот, то тогда выдаются ему вот эти сертификаты, где он может практиковать. Не имеет значения, где он живет практически. Потому что мы не претендуем на то, что это врачебное, то есть он кончил мединститут. Мы говорим, что этот человек владеет наукой и искусством натуропатии. Ты сам знаешь отличие, что такое вообще натуропатия? Что такое натуропатия? Ну, не знаю. Практически только последние десятки лет врачи начали практиковать это. Это возврат, в общем-то, короче говоря, к прошлому. Это всегда были натуральные методы лечения. Это в последние, не знаю, около ста лет начались медикаментозные лечения. Повальные лечения. И понимаешь, пропаганда что говорит? Ну, это было в старину, это было, значит, как бы неправда. Это все отошло, это умерло уже. Сейчас прогрессивно. Сейчас у нас совсем другая технология и так далее, и так далее. Но количество больных увеличивается. Количество больниц, количество медиков, все увеличивается. Никто не собирается остановить эти эпидемии и заболевания. Ответ. Мало того, что это испытано уже десятками тысяч лет, эта терапия уже доказала и показала, что при устранении главных причин сам божественный организм восстанавливается. То есть мы, божественная машина, имеем резервные силы самовосстановления, самообновления и самообмоложения. Это подарок от Бога. Да, ну, мы сегодня, это, так сказать, общие данные, это правда. Но давайте мы перейдем к теме нашей программы. А сегодня у нас тема продолжения то, что мы начали в прошлый раз. И это импотенция и методы лечения ее. Самый больной мужской вопрос, да? Не только мужской, кстати. Если здесь женская сексопатология, то есть там тоже есть импотенция у женщин, как ригидность, отсутствие газма, отсутствие зачатия. Это все входит в женскую сексопатологию. Вот я хочу показать замечательного одного ученого, Робертсон, медикал доктор. Еще в 30-40-х годах написал вот этот книг. Sexual disorders, да? Совершенно верно, да. Он там и говорит про женскую и про мужскую сексопатологию. Тогда еще медицина не так была испощена вот этой коммерческой химиотерапией. Поэтому врачи, они как бы устраняли главные причины заболевания. Он же тоже имел практику. Он же тоже имел опыт в этой области. Он делится и говорит, что в основном три причины патологии, сексопатологии. Это первое сосудистое, второе это заболевания позвоночника или различные остеохондрозы, проблемы со спинным позвоночником и гормональные нарушения, психические и гормональные нарушения. Вот эти главные причины. Я уже говорил о причинах много, я просто хочу остановиться на том, что у животных там немного другой механизм. У человека, у них, значит, половой член имеет пещеристые вот эти тела, которые наполняются кровью. И если в малом тазу получается застой, если запиты сосуды в этой области, то и эрекция будет ослабляться и потом исчезать. А это бьет на эмоционально-психическую сферу. Значит, если человек не уверен в том, что у него, значит, будет все в порядке в постели, он неумышленно, самовнушением, значит, травмировать свою психику. Что у него не получится, и он может быть опозорен с любовницей или с женой. И получается вот эта вот отрицательная эмоция, которая тоже нарушает состояние эрекции. Вот. Сосудистые заболевания, значит, это не только малого таза, Миша, а это всего организма получается, зашлаковка. Или в медицине это называется общий венозный застой и капилляропатия. Капилляропатия – это постепенное закрытие кровеносных сосудов. У нас есть средние, мелкие и большие сосуды. И когда забиваются мельчайшие капилляры, вот эти сосуды, 7-8 микроб, то тогда получается физиологическая, а потом и психологическая импотенция. Значит, это одна из главных причин импотенции, которую практически люди, которые страдают от этой болезни, не знают, потому что нет таких тестов. Этот тест предложил знаменитый Александр Соломонович Залманов. Как он определил, забиты эти кровеносные сосуды или нет? Просто на спине делается вот такое, значит, раздражение карандашом или каким-то тупым предметом, крест-накрест. И мы смотрим реакцию, какая будет полоска. Нормально это средне-широкая розовая полоса, которая сразу реагирует на раздражение. Если это будет замедленная и очень сильная, значит, полоска красная, это говорит, что сосудистая стенка, она раздражена. Раздражена различными ядовитыми кислотами, типа мочевая кислота, оксаловая кислота, фосфорная кислота, которая раздражает, тоже парализовывает и нарушает кровообращение. Третья патология – это белые линии. То есть, делал крест-накрест и нет никакой реакции. Белое всё. Это говорит о том, что эти капилляры находятся в паралитическом состоянии. Вообще не открывается. И очень плохое открытие. Тоже ведёт компотенции. Представь себе, ведь этого не знают медики. И никакого лекарства не будет для того, чтобы промыть, прочистить и восстановить циркуляцию крови везде, включая в малом тазе. Дальше идёт различное изобревание позвоночника. Это тоже зашлаковка второй-третьей степени. И любые болезненные нарушения позвоночника, а также и в области паха, психотраммы. А эта психотрамма ведёт и к физиологическому, и к психологическому нарушению импотенции. Дальше гормональное, о которых я тоже упоминал, что после 40 лет, как ни странно, тестостерон, количество падает. Ипотенция зависит от этих гормона тестостерона. И вот если его не хватает, а его постоянно не хватает после 40 лет, может быть даже после 35 лет, он падает. Вот. Где-то в 40 лет его может быть на 30-40 процентов меньше. После 50 ещё больше. Вот. И когда вы идёте проверить уровень тестостерона, он говорит, всё нормально, всё хорошо. И человек страдает импотенцией. Но такого не может быть. Вот. Потому что после 40 лет это как бы постепенно человек стареет. Особенно в больших городах, особенно зашлакованный воздух, сидячий образ жизни и образ мысли приводит человека к быстрому преждевременному старению и отсутствию гормональной связи и уровня гормонов в крови. Там не только тестостерон. Там другие есть ещё гормональные значит субстанции. Значит и зная всё это значит надо устранять главные причины. Значит где находится тестостерон? Вот. Тестостерон находится в разных корнях. Вот. Главный корень это женщинь. И настоящий женщинь он очень дорогой. Поэтому они сейчас стали делать уже такие искусственные выращивают женщины. Это тоже помогает но не с такой силой как это было где-то сто лет тому назад. Вот. Так вот этот женщинь можно настаивать на водке. И есть ещё разные другие корни как корень значит корень крапивы. и сама крапива очень благоприятно влияет и усиливает потенцию. Дальше есть корень ятрышника такой. Он испокон веков это народное средство тоже усиливает потенцию. Притом это природный. Есть скорость крови увеличивается это значит крапива и листья идут и крапива идёт как корень. Зачем красный клевер хорошо очень и очищает кровь. Зверобой аир всё это делается на водке и принимается. Говоря о гормонах Миша я должен сказать что в условиях города там где не хватает солнца у людей не хватает главного витамина D3. И в искусственной витамин D3 не помогает практически а наоборот он немножко разрушает почки забивает. А вот естественно витамин D это во всех жирах находится. Жирная рыба жирная селёдка печень трески вот особенно там вот это масло печень трески это там все жирорастворимые витамины включая витамин D. Даже если это печень трески в консервах? Да. Но ведь консервы там находятся консерванты которые сами по себе не есть и есть без консервантов вот в трейдер джоз я покупаю там и сардины там только на воде да никаких консервантов там нет это это первое второе но покупая свежую туриная печень там имеется значит много железа отсутствие железа дает малокровь почему потому что нам нужен кислород а количество кислорода очень здорово падает каждое столетие и вот в нашем веке атмосферное давление и количество кислорода падает здорово это тоже ведет к компотенции и понижению эрекции вот значит жирная рыба как я сказал кстати сало сало оно очень благоприятно влияет на потенцию поскольку сало очищает кровеносные сосуды сало нормализовывает холестерол который так боятся больные люди и не едят вот вот именно сало и жиры даже сливочное масло не пастеризованное оно наоборот очищает сосуды и кровеносные сосуды и очищает от лишнего холестерола значит любые витамины микро-макроэлементы связаны с импотенцией поэтому люди должны увеличивать в своем рационе питание все микро-макроэлементы вот сейчас хорошая компания немецкая ЛР она выпускает высококачественную продукцию алоэ вера вот в гелях различных и у них там есть такой спрей микро-макроэлементы и мне это нравится почему потому что все эти лекарства которые мы принимаем или витамины они проходят желудочно-кишечный тракт и часть разлагается при пищеварении уменьшается в активности действия а так ты спреешь прямо в горло и там оно всасывается идет сразу в мозговые сосуды и дает прекрасный эффект то же самое кислород значит лечение переписи водорода здесь у нас можно заказать переписи 35% и то же самое впрыскивает в горло вот и там сразу получается усвоение все это нужно все это знать каждый человек имеет свою импотенцию надо все причины выяснить и убрать вот некоторые задают вопрос а как допустим вылечить гепатит как вылечить эту болезнь ну надо комплексно лечиться и притом не один раз не одна консультация а несколько консультаций минимум потому что эта болезнь она идет с детства вот все накапливается с детства профилактики никакой нет разрушительные процессы идут очень быстро и разрушаются все органы и системы нужно время поэтому допустим если любая хроническая болезнь от 3 до 6 месяцев это минимум нужно восстанавливать а потом в виде профилактики 1-2 раза в год всю эту систему повторить потому что так делали наши предки вот и древние египтяне и римляне и царство у них была профилактика им нужны были крепкие здоровые солдаты и офицеры дальше я хочу сказать что значит орехи хорошо восстанавливают потому что там все жирорастворимые витамины вот включая витамин D разные семечки семена вот очень хорошо можно смешивать с курагой с черносливом со всеми сухофруктами и это будет очень потенциальная пища для восстановления потенции делать специальный настой овса прекрасно помогает очищает кровеносные сосуды не тот овес который мы кушаем а есть такой шелухой овес вот на Украине он продается на базаре здесь тоже можно все это онлайн заказать есть еще целебные значит целебные лекарства натуральные как йохимбин вот йохимбин он как бы устраняет блоки которые приливают кровь к челюстным телам полового члена йохимбин йохимба это растение и корни еще тоже можно купить здесь и в Америке и в других странах нет не будет проблемы вот все то что притупляет процессы эекуляции вине эрекции вот насчет эекуляции преждевременно это надо делать массаж так у меня было очень много практики после массажа я обучал вот есть такой футляр от сигар вот он смазывается там маслом вставляется человек лежит как бы пол и сам вставляет эту трубочку и начинает массировать железу то есть он уже не зависит от врача он сам может это делать у меня есть один художник вот у него постоянно были проблемы с предстательной железой молодая жена вот и для того чтобы восстановить потенции он этим делом занимался я ему еще давал некоторые упражнения вот почему потому что одна из главных причин это нарушение эндокринной системы щитовидной железы естественно пониженная щитовидная железа что медики тоже не могут определить а в больших городах у всех заниженная щитовидная железа потом может быть завышенная аутоиммунные заболевания это уже запущенные случаи гипотириидизм а потом гипертириидизм разные клиники так вот вот эти вот видишь вот вот эти стоки вот вся кровь идет куда сейчас она идет сейчас и в щитовидную и в мозг потом еще а вот это упражнение вот сейчас кровь сосредотачивается прямо на щитовидной железе значит и начинается процесс регенерации восстановления щитовидной железы паращитовидной железы и подчелюстных желез все что находится и все болезни связанные с горлом включая танзелиты они начинают проходить и процессы начинают восстанавливаться процессы регенерации а вот это вот эти упражнения стойка на голове да ее просто надо научиться не всем это положено вот после значит консультации с врачами нужно значит постепенно постепенно увеличивать время представьте что у нас есть значит в мозгу специальные центры центры эрекции и центры сексуальных значит центры наслаждения да они начинают восстанавливаться потому что всегда имеется малокровие и нарушение зашлаковка кровеносных сосудов головного мозга значит это упражнение это королева всех пост у йогов которые восстанавливают сексуальность вот и устраняется очень много заболеваний и исключает все какие-то расстройства и причины связанные с потенцией вот это надо помнить значит у меня был один случай еще работ в Тачкенте в правительственной поликлинике у него значит у одного престолера уже за 60-го было вот умерла жена через год он женился на 40-летний и он пришел ко мне что делать а мы тогда делали инъекции гормональные с установ 250 вот я так подумал думаю что это поможет а потом наоборот ослабит функцию с вами потому что это искусственный тестостерол и я ему сказал насчет йоговских упражнений все как это делать он стал делать он даже стал потом делать стойку на голове я удивился и он потом приходил ко мне и очень меня сильно благодарил говорит вот у меня все нормально несмотря на то что вот молодая жена все но она очень довольна значит йоговские упражнения железно помогает понятно интересно есть разные методики мантокчи мантокчи был есть один из гениальных дау значит дау любил написал очень много да у меня штук 10 его книг есть они на русском языке есть даже переведен это мантокчи тоже есть очень потрясающие техники устранения импотенции вот именно дыханием и замыканием то есть когда человек дыхает на промерности имеется такая ямка куда надо нажимать и эта энергия как бы она начинает как бы замыкаться вот именно малом тазу поднимается эта энергия на выдохе а потом при выдохе на вдохе на выдохе нужно отпускать вот ну это естественно надо научить всему этому и это все учится вот яйца тоже очень хорошо желтки идут капуста селдереи орехи тмины кориандр это все специи вербены спорож это уже травы нарциссы гвоздика корица с медом все это народное средство которое уже было испытано но с моей точки зрения лучше чем вот значит ятрышник арбуз хорошо идут арбузные корки как сок и крапива потрясающий дает результаты то есть природа межрабильно дает нам возможность восстановить свою потенцию на длительное время сколько человек живет столько у него должна быть природной потенции он должен радоваться жить на природе двигаться представь себе что сто лет тому назад вообще во все века человека не сидел он постоянно двигался что-то делал работал и женщины тоже они были в основном на воздухе а сейчас всех загнали в помещение в эти клетки каково организм все начинаем бояться понятно хорошо доктор спасибо большое за эту очень интересную информацию дорогие друзья у нас вторая передача на тему предстательной железы на тему импотенции но мы еще не говорили о все-таки женских проблемах мы опять же только начали давайте мы тогда с вами поговорим в следующий раз об этом в следующей нашей программе программа у нас идут по вторникам в 11 часов утра по времени города Чикаго это 20 часов по московскому времени хорошо да хорошо тогда спасибо большое за эту программу за эту очень интересную информацию до новых встреч удачи здоровья до новых встреч Продолжение следует...